Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Очень многие наши зрители, хотя я не всегда могу отвечать на комментарии, но я их внимательно читаю, пробегаюсь для того, чтобы не упустить важные вопросы, которые у вас возникают. Вопросы очень часто возникают. Томат рос, 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 и вдруг листья на верхушке стали мелкие, верхушка замельчала, приостановился рост этой верхушки. Что же случилось? Существуют разные причины, почему верхушка стала мелкой. Если листья на верхушке стали папоротникообразные, листочки превратились в такие клубочки тоненькие, они деформировались, это может свидетельствовать о том, что ваши растения подхватили вирусное заболевание. Однако вирусному заболеванию сопутствует одновременно общее угнетение растения, появление каких-то некрозов, коричневых пятен, ненормальных деформаций листьев. В этом случае вот это мельчание верхушки может свидетельствовать о вирусе. Однако вирусная инфекция – это не настолько частая причина, чтобы так часто люди из разных регионов об этом спрашивали. Есть еще одна причина, почему листья на верхушке становятся маленькие. Вот росли, росли, росли томаты, и вдруг замельчали листья, и томат перестал расти. Очень нередко этому симптому сопутствуют вот такие вот деформации листьев. Лист становится как будто бы куполообразный. Вдоль центральной жилки он вот так вот уменьшается. Более того, можно сказать, что он еще также может становиться асимметричным. Вот видите, жилка здесь вот так вот изогнулась. Вот эта половинка листа маленькая, а вот эта вот половинка листа большая. То есть мы наблюдаем искажение, деформацию вот этих вот листьев. И при этом видим измельченную верхушку. Очень часто причиной такого явления является резкое внесение азотных удобрений в высокой концентрации. Особенно часто данный симптом проявляется на растениях, которые кормили аммиаком. Аммиак является достаточно токсичным для растений, вызывает аммиачное отравление растений. Растения сперва очень активно начинают расти. У них начинаются вот такие вот такого вот рода куполообразные деформации. Потом аммиак очень быстро превращается в нитраты. Нитраты вымываются, и растения начинают резко испытывать азотное голодание. И вот эти качели от очень резкого жирования к очень резкому уменьшению азота и приводят к измельчению верхушки. Это также свидетельствует о том, что вашим растениям не хватает микроэлементов. Ну, азот усваивается неправильно. А правильное усвоение азота – это подкормки железом, подкормки марганцем, подкормки бором и другими микроэлементами. Вот кто-то скажет, я аммиаком кормлю, у меня никогда такого не бывает, верхушки только толстые. А кто-то скажет, там, ну вот какие-то варианты есть. Мочевины иногда кормят в жаркой теплице, мочевина быстро превращается в аммиак. И в какой-то момент происходит отравление корней. Будьте очень аккуратны с аммиачными подкормками, подкормками мочевиной, подкормками сульфатом аммония, например, аммиачной селитрой. Если у вас такие явления происходят, то в этом случае перейдите на низкие дозы, пол столовой ложечки на ведро воды, нитратных удобрений. Вот они такой вот симптоматики никогда не вызывают. И не вызывают вот этих очень резких качелей. Что ж, для того, чтобы выправить ситуацию, сделайте мягкую селитровую подкормку ваших томатов и обязательно обработайте их микроэлементами. И поверьте, у вас все полностью наладится. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!